Всем привет! Рад вас приветствовать на нашей 16-й встрече. 16-е уже такое число, прям как небольшой такой юбилей, можно сказать, совершеннолетие нашей конференции. Да, уже можно все, мы можем все, и сегодня мы точно так же продолжаем небольшие наши эксперименты. У нас сегодня необычный формат в том смысле, что мы собираемся не как обычно в пятницу, а в среду. Еще впереди два рабочих дня, а мы уже здесь, мы уже готовы слушать, узнавать новое. Спасибо еще раз, что пришли. Сегодня у нас первый доклад будет от Сергея. Сергей немножко с нами или нас хайпанет. Так что приветствуем Сергея! Спасибо всем, что пришли. Мой доклад я назвал «Hypy Legacy». Это как черное и белое, а может и красное и соленое. Не знаю. О себе, тем более, что доклад мой немало вызван опытом. В общем-то, как у каждого, точка сидения делает точку зрения. В IT более 20 лет, в основном программист. Ну, был и заместитель начальника отдела на легкопромовском предприятии. Был и руководителем внедрения ERP на машиностроительном предприятии. Ниже список технологий, на которых писал профессионально. Профессионально – это за деньги. Часто говорят, профессионально – это круто. Не обязательно круто. Это может быть плохой ход. Но главное – деньги платят, значит, профессионально. Мой бложик и репозитории. Там кое-что есть. Кстати, сразу вопрос. Кто знает, что это за аббревиатура? МАМПС. Поднимите руки. Это… Я даже сам не помню точно, как расшифровываются. Но по-русски помню. Массачутовский госпиталь, там, что-то, та-та-та-та. Это система база данных. Древообразная, которую заказали МИТу. Написано в 1968 году. Собственно, недостатки этих баз данных породили потом иреляционные базы, которые решали многие проблемы. Но я почему спросил. Если вы думаете, что это где-то далеко в Штатах, что это… А, можно так сказать. Это Кабол, баз данных. Но если вы думаете, что это где-то в Штатах, на каких-то старых корпорациях только есть МАМПС, то, чтобы вы знали, Харьковская скорая работает на МАМПС. Диспетчерская Харьковской скорой работает на МАМПС. Если вы ходили в аквапарк джунгли, получали браслетики, то вся регистрация, дело та же фирма, Харьковская, тоже крутится на МАМПС. Так что легоси у нас сплошь и рядом. О самом докладе. Потому что многие вещи наверняка вы используете, они будут для вас новыми. А может быть покажутся наивными. Доклад рассчитан на небольшие команды, на фрилансеров, на фуллстеков. И нужно понимать и быть самокритичным, что реальный фуллстек – это все-таки универсал, а не специалист. Уже просто потому, что времени на все не хватит. Я только недавно узнал, что бустрап четвертый вышел. Хотя сам же и занимаюсь тоже. Да, кстати, поднимите руки, пожалуйста, кто считает себя фуллстеком? А фронтенд разработчиком? Просто между ними стоит ИЛИ. И вот сегодня я буду… Доклад посвящен именно нам, фуллстекам, и вообще-то контра фронтенд разработчикам. На одном проекте они меня так достали, что я засучил рукава и стал разбираться сам с фронтендом окончательно и бесповоротно. Но реальные фуллстеки – не обязательно такие универсалы, которые все по чуть-чуть. Они могут быть очень могучими, крутыми, и в природе такие встречаются. Это серьезные… Не только греки о кентаврах писали, это реальные люди. Но цель доклада, что все-таки у специалистов больше времени разбираться с нюансами технологий, потому что поднять постгресс – это одно, а настроить автовакуум, ну, я не знаю, без ДБС-чика, по-моему, никак. И у специалистов нужно и полезно учиться. Но кое-что лучше не трогать из специальных технологий. Доклад разбит на четыре такие секции и постараюсь их придерживаться. Если моя мысль будет куда-то уходить или, как я называю, подвисшая ссылка не окончена, начал, то вопросы потом зададите. Начнем с хайпа. Кто знает, кто это? Поднимите руки, пожалуйста. Что, не знаете? А, пару человек знают, да? Вообще, нужно, ну, как бы, это ж Стив, ой, сейчас, это ж Стив Джобс, только в юбке. Да. Дело в том, что они и так писали в 2014 году. Ее стартап на пике взлета обладал капитализацией в 9 миллиардов долларов. Оказался пшиком, в этом году ее штрафанули на 700 миллионов долларов с запретом занимать руководящие должности в течение 10 лет. Ну, я к ней вернусь. Да, а звать ее и по-русски так и наберите в гугле, почитайте. Очень интересно, тем более. Ну, приятно читать статьи с такой фотографией, чем с бородатыми мужиками. Я ее взял как картинку, лицо хайпа. Вполне симпатичное, миловидное, щиро. Если кто не знает, что такое хайп. Кривая хайпа тоже. Я не буду сейчас рассказывать. И про нее тоже расскажу. А, Элизабет Холмс ее звать. Элизабет Холмс. Кривая хайпа. Дальше я поясню про нее чуть-чуть вот на этом слайде. Хайп это, в общем, гвалт, шум, непрекращающийся вау, вау. Ну, а SQL убьет рельсонки, убьет. Все, какие? Шемалез. Будущее за шемалез, вы знаете. Причины появления хайпа часто как наше желание что-то получить, какие-то удобства. Но чаще всего у корпораций, у компаний появляются задачи, которых раньше не было ни у кого. Вот у кого была задача до гугла, ну, разве что у Яхо, создание такой мощной, мощных дата-центров для обработки, для индексации интернета. Ни у кого не было. Никто и не решал эту задачу, никто не придумывал ни биктейбл. А зачем? Какому-то надо было. Но когда компания придумывает новые технологии, то, как правило, нужны инвестиции. И к Елизабет Холмс, я вернусь обязательно через пару слайдов. То частью привлечения инвестиций и является создание хайпа. То есть создание рекламы, которая направлена даже не на конкретную какую-то аудиторию. А показать, что у компании есть инновационные технологии, которые сделают прорыв в той области, в которой работает компания. Ну, а мы простые смертные слушаем. Слушаем. И вроде же благодаря этим технологиям Google стал Google, Facebook Facebook. Но не нужно забывать, у нас-то какие задачи. Вот сколько серверов, я думаю, в Google уже никто не знает, сколько у них серверов. Давайте так. У Stack Overflow. Stack Overflow серьезная нагрузка. Крутится на 25 серверах. Даже не буду, простите, руки поднять. Вот кто стал, у кого были задачи, чтобы приходилось 20 серверов реальных, железных, не докером раскидать по кубернетусу. И многие технологии применимы только в больших корпорациях. Теперь про саму кривую хайпа. В общем-то, там все просто. Ее можно назвать вот тот пик и спад. Можно сказать так, чтобы не очаровываться. Нет, не разочаровываться. Не надо очаровываться. Хайп завышает реальные достоинства какой-либо технологии. Потому что на SQL многие вещи там действительно хорошие. Но на пике хайпа это было, ой, убьет все. А реально, вот полезность технологии. Но почему же хайп нас обманывает? Все мы знаем, серебряной пули не существует. Но внутри-то мы верим, что она есть. Ну потому что это удобно, это классно, это хочется верить. Поэтому верят политикам. И поэтому верили Элизабет Холмс. Она, ее стартап в биотехнологиях, в медицине предлагал создание прибора, который по паре капель крови делает 240 анализов сложнейших. Это бы, во-первых, страшное удешевление диагностики. Поэтому инвесторов она находила легко и очень быстро. За пару лет капитализация достигла 9 миллиардов. Но оказалось, что это технически невозможно. Не хватит молекул для современных анализов. Скептики были сразу, потом их голоса звучали все громче. Ну а потом ее поймали на том, что ее пробные образцы прибора фейки полные. А потом еще и комитет по ценным бумагам США уличил ее в завышении всяких показателей. Но почему инвесторы верили? Не только из-за денег. Многие известные люди, у нее в руководстве был Генри Киссинджер и ее стартапа. Многие верили, потому что, ну это, если такая бы вещь выстрелила, это очень круто. Для человечества. То есть это... И вторая причина, почему мы верим хайпу, это как магия. У него получилось с этой палкой-копалкой, я ее возьму и у меня тоже получится. Ну часто реалии таковы, что... Знаете эту фотку? Что дело, что да, ну если кто не знает, слева гараж Стива Джобса, ну а справа... И поэтому можно уйти в гараж. И гараж это действительно хороший старт. Но только вот тут они бывают разные, гаражи. Вернемся к действительности. Да, Джеквери, Холивар, конечно... Да какой Холивар? Ну все же знают, что Джеквери умер. Да конечно. Иной скейл задавил релизионные базы. И ангулар, ну все. Ну ангулар, это же от Гугла. Но если мы посмотрим на реальные цифры... А, кстати, да, от Гугла. Значки, говорите, что это... Ну, флеш-то понятно. Солидная компания. Ведь ангулар от Гугла, значит он будет жить вечно. А реактор от Фейсбука, он тоже будет жить вечно. Яхаю интерфейс, проект вообще закрыт в 2014 году. Флеш живет. Кое-как. Майкрософт. Они что, эти компании были... Плохие там специалисты, архитекторы. И то же самое может произойти и с ангуларом, и с реактом. Грубо говоря, даже не по программерским причинам. Цукерберга уже в конгресс вызывали, пока просто поговорить. Если рубанут Фейсбук, там, не знаю, по-антимонопольному еще как-то, кто будет развивать реакт? Кто? А он тяжелый, на самом деле, в развитии-то. Особенно, когда они туда аккаунт стали пихать. Так вот. А вот реальные цифры про мертвого Джек Верри. Причем это статистика на НПМ-овские пакеты. Понятно, тянется автоматом по зависимостям. Рост. Вот так он умирает. Умирает. Мало того, 90% первого топ-сайта его используют. Конечно, эти сайты не только его используют. Но у меня на слайдах нету. Меня когда-то поразило, как в 2005-м, на конференции функциональщиков толкнули лозунг «О, пэ, мертв!» Я так «О, ну вот, вот называется, дай Боже так каждому умирать». Ну вот, 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 вот Джек Верри умирает. Или наш любимый, правда, ну, а куда без него? Вердпресс. Старый. Ну, он же старый внутри. Ну, из-за этого сколько уже security? 49, опять там. Ну, он куда-то вот умирает в обратную сторону. Хороший график. Знаете, да, такой индекс? Теоба. Нет, нет. Это индекс, косвенный индекс популярности языков программирования по упоминаниям в конференциях, там, тра-та-та-та-та-та-та. И очень интересный индекс. Если на него посмотреть, то вообще-то плюс-плюс у нас третье место занимает. Первое там Java, ну, первое место по популярности. Я понимаю, что есть интернет вещей и MB-щиков, на самом деле, и в Китае, и в Германии много. Ну, как-то мне не верится, вот, что с PHP они так серьезно по местам расходятся. Но самое главное, вот, кто фронтенщик будет говорить, что JavaScript всех убьет, JavaScript вообще маргинальный язык, он видите где? Это реальный график. И надо переходить вообще рост у Visual Basic. Вот зачем будущее. Это я все так иронизирую, показывая, где вот, хайп и где искажают картинку даже непредомеренно. Методика просто у ТиОб подсчета популярности вот такая, что она выдает такую картину. Но реальность, опять же, немножко другая. Опрос, свежий опрос этого года, Stack Overflow, более 100 тысяч разработчиков. Какие языки вы используете в своей работе? Ну, вот этому я верю, потому что кругом веб, ну, вот первая троица, да? Ну, вот сравнить. Ну, как? Если взять не специалиста, то вообще же понять невозможно. Вот какая таблица по популярности лжет? Так вот, секрет еще с технологиями, что часто они вовсе никуда, никто не убивает. А появление новых задач или новых подходов расширяет наш набор технологий. Ну, новые технологии часто дороже предыдущих. Дальше я об этом. И поэтому, когда кто-то говорит, что Angular кого-то там задавит, или... Пока задачи не поменялись, или их уровень, или их сложность, или, вернее так, остались задачи такого уровня, такой сложности, для которой годится jQuery, обвешать его плагинами и все нормально. Ну, не умрет jQuery, ну, зачем ему умирать? Так же, как топор, никуда не делся. Но новые инструменты, и вот тот же React, дописывать, они дают мощность, но часто за нее нужно платить, платить тем, что в обслуживании, в использовании этот инструмент более сложен. И в ремонте что же? Ну, топор поремонтировать. Ну, что значит топор поремонтировать? Ну, а бензопилу? Итого, по поводу хайпа и моды. А, кстати, моды. А вот смартфон с щелкой уже купил кто-то? Вот-вот. С щелкой? Потому что смартфон без щелки, это же никак. Он должен быть с щелкой. Да, айфон я вообще про них не хочу. Да на дроиде уже с щелками полно. Как же без щелки-то? Ну, нельзя же пользоваться. Поэтому не дайте обмануть даже не корпорациям, а сами себя. Не обманывайте. Будьте чуть-чуть, так сказать, скептичнее, может даже циничнее. Потому что если у инвесторов Элизабет Холмс были эти миллиарды, чтобы ей давать, то у нас простых смертных у нас есть только личное время. Вот наш капитал. И затраты на технологию, которую вы потом не сможете использовать. Нет, конечно, вы все равно что-то приобретете. По крайней мере, мозги разомнутся. Но потом куда бежать? Кто вернет вам это время? На технологию? На изучение, освоение технологии? А самое интересное, когда вы в реальности начнете ее использовать, и окажется, что она вам не подходит, что стало только хуже. Кто вам это время компенсирует? Сами виноваты. Живите посредством. Если задача не требует чего-то огромного, не надо продавать почку, чтобы купить смартфон с щелкой. Ну вот не надо. Но за новинками следить надо, потому что с хайпом и с модой даже проблема в том, что есть хайп или нет, это никак не говорит о том, что технология или что-то новое, оно хорошее или плохое. И хорошее может тихо пройти, а может с хайпом. И плохое может с хайпом пройти, а может и тихо. Поэтому ориентироваться надо все равно. Хайпят очень может быть что-то хорошее, что-то в ней полезное человечеству и нам с вами останется. Вторая группа доклада у меня называется SPI, REST или HTTP. Вот я сейчас по ним, так сказать, пройдусь как ретроград. Вот схема обычной квартиры. Причем схема, вернее даже не схема, а квартиры-то у нас жесткая. У нас стены стоят всегда на том же месте и днем и ночью, чтобы мы в квартире не делали. Расположение их такое же. Если представить обычный сайт, то вот это вот обычная квартира. Чтобы выйти с гостиной в спальню, мы клик-клик-клик-клик-клик пошли в спальню. Пошли в кухню. И так посетитель ходит по сайту. И так, в общем-то, сайты и пишутся. Несмотря на то, что собираются с HTML, дальше будет. Но каждая страница достаточно жестко заточена под свой функционал, свой показ информации. А SPA я вот тут изобразил такую штуку. Когда у нас нет сразу всех подготовленных страниц, комнат, у нас есть экран. А где-то фоново в каком-то сложенном виде лежат комнаты. И в отличие от такой квартиры, пользователь остается всегда в центре гостиной и легким движением превращает ее в то, что ему нужно. Например, в ванную. Вот есть такой древний фильм. Как он? Пятый элемент, да. Я уже сам забыл. Кто-то, может, знает пятый элемент фильма? Вот там, где Брюс Уиллис, вот его квартира. У него же маленькая была квартира, маленькая. У него выезжала там душевая, кровати. Вот это вот сингл-пэйш-эпликейш. Но только, если брать квартиры и трехмерное пространство, вы представьте, вы в гостиной, у вас там обои. Вы нажимаете кнопочку, чтобы превратить ее в ванну. Ну ладно, трубы там на пластике, на резине мы потянули, все у нас подошло. А кафель вместо обоев как сменится? То есть в сингл-пэйш-эпликейшн, в примере, та же самая история. Для того, чтобы такую красоту создать, как в пятом элементе, фоново, происходит очень много работы. Причем нетривиальной работы. Да, Angular, React за вас это делает. Но если что-то пойдет не так, вы куда, в техподдержку в Facebook будете писать? У меня с React-ом проблемы. А там достаточно сложные, нетривиальные алгоритмы. Так и читаешь на хабре. Как использовать в React-е should update? Наука целая. Так вот, сингл-пэйш-эпликейшн нужны на самом деле корпорациям. Почему и вакансий по ангуляру очень много. Корпорациям для вот таких приложений со сложными формами, связанными данными. Мало того, так как тяжело предсказать, что профессиональному пользователю, потому что это же не для домашнего пользователя, что профессиональному пользователю понадобится. Надо предоставить ему возможность быстро попасть, получить информацию развернуто-свернуто и предсказать. В общем-то, в классической парадигме комнаты у которой, квартиры у которой стены всегда на месте сложно. И корпорации столкнулись с этим при переходе от десктопных приложений к распределенным приложениям. Причем до ангуляров во всю корпоративном секторе использовался для таких интерфейсов, но в вебе флэш. И вот веб-страничка такого вида, которая выполняет в общем-то те же функции. Но у нее уже кое-что попроще, потому что у нее нет даже намека на то, что требуется получить, чтобы под рукой было сразу и ванная, и кухня. То есть, если посмотреть, вот этот верхний ряд, ну и тулбар сам, здесь вызываются сразу какие-то модальные окна, справочники и тому подобное. То есть здесь все проще. И возможно, что и не надо той сложности. А, кроме флэш, конечно, кто еще использовался для, использовался до сих пор на самом деле живой, хотя с хайпа вот уже ушел. Они вообще даже фронтенщики не говорят для таких вот вещей. Это XJS. Да, так вот, для такой формы уж D вообще-то с EnglishPage Application-то особо не нужен. Нужна, конечно, очень хитрая умная страница, которая точно не статическим HTML-ом сверстана. Но, так, итого, SinglePage Application нужен, в общем-то, в двух случаях. Для офисных пользователей, то есть профессиональных, которым нужны сложные бизнесовые, энтерпрайзные UI. И второй, это, я называю его, свободный сценарий работы пользователя. Это, как пример, Google Sheet, ну, даже Google Slides, в которых и нарисована презентация. То есть, когда нам надо предоставить приложение, которым мы совершенно не можем предсказать сценарий работы пользователя. Мы только знаем, что ему может понадобиться. Но ни в каком порядке, ни... Вот что, вот открыл электронные таблицы, и что он будет делать? Он будет формулы писать снизу, сверху, или сразу форматировать, или... Мы не знаем. И предсказать не можем. Вот этих два случая, все, без HTML-ом сверстана не обойтись. Придется брать или Angular, или Polymer. Ну, в общем... Но... Это, на самом деле, очень малое число случаев, и даже для офисных пользователей. Потому что, обычно, сайты имеют админку. Но надо ли нам в админке SyncWPage Application? Вопрос? На последнем слайде у меня будут источники цитат. Причем я вот не согласен, что Angular был вообще-то ошибкой. Не был он ошибок. Ошибка, хайп вокруг Angular. Но вот с чем согласен, что сложные фреймверки часто берут IT-компании, или заказчики, которые... Которые ему не нужны. Как-то я стимейтил одного голландского заказчика. Там микрокредиты, причем даже микрокредиты... Даже он не банк, а вот межбанковский. У него какие-то договора с банками. И вот ему нужен был сайт. PDF-ки он нарисовал, что надо. И со словами вот мне сказали, что это надо делать на Angular. Смотрел, осмотрел. Там, в общем-то, как вот страница, которая... Да, вот эта. Там, в общем-то, только две таких страницы. Остальные страницы обычные, понятно. А нас, там правила аккредитования, ссылки... Спрашивается. Ради двух вот таких страниц, причем там даже легче. Тут все-таки достаточно много интерактивности. Там еще будет проще. Я ему говорю, а зачем Angular-то вам? Ну, вот сказали, Angular – это обязательно для современного сайта. Аж шок вас. На самом деле, вот для такой страницы, ну, не нужен Angular. Это форма ввода с розетки. Интерактивность... А, и аббревиатуры. Ушла, опять же, с хайпа аббревиатура RIA, потому что она размылась, она стала... RIA – это Rich Internet Application. Богатое интернет-приложение. То, которое позволяет интерактивно, в общем-то, как на десктопе, пользователю работать. Но для таких страниц не всегда, да, в общем-то, и в большинстве, наверное, случаев, на малых и средних проектах. И не надо нам делать Single-Page Application. Дальше я покажу. Почему я... Да, еще, конечно, вещь, когда нужен Single-Page Application, это, если потенциально у пользователя будет потребность в количестве данных, которые мы не можем, ему сразу предоставим. Потому что всех переслать это будет очень много. Ну, соответственно, тоже. У нас будет динамика. А в остальных случаях вообще-то не нужно. Это экранчик с моего... С одного из моих проектов, который сделан по подходу. Далее я описываю. Обычный экран, там, если видео запустится сейчас... О, сейчас попробую запустить, чтобы было видно в динамике, и потом вернусь. Я думаю, в общем-то, ничего в нем такого... А, нет, я так не запущу. Вот. Обычный экран. Ну, что-то выбираем, но это спортсмены в данном случае. Выбираем на поле, устанавливаем какие-то им параметры, там, тулкипы. Там, понятно, кругом сортировки, подженация, выбрали по команде. Ну, я думаю, многие делали такие интерфейс. Причем, ну вот нужен ли тут SYNVPage Application? Ну, я не знаю. Я обошелся, потому что... У меня еще такие страницы на том сайте. Эть. А, да, я сбил фокус. Сейчас вернусь. Это самое. Значит, интерактивная страница, интерактивная. Пользователю не надо выходить из комнаты, так сказать, попасть в другую. Не надо. Все под рукой, под рукой. Ну, что еще пользователю надо? Да вообще-то ничего больше не надо. А это есть? Нет. Нет. Это одна страничка. Всего лишь одна страничка на сайте. Нет. А у сайта много страниц. Дальше будет видно. Дальше покажу. Теперь, по поводу... Ну, REST просто стал синонимом, на самом деле, конечно, более правильно. HTTP API. Нужен-то он, в общем-то, для того, чтобы работал с SYNVPage Application, потому что мы не передаем данные все сразу. Когда мы открываем страницу, мы же передаем сразу данные. Часто в перемешку с HTML. SYNVPage Application у нас трансформирующаяся квартира, поэтому мы не можем передать все сразу. И не знаем, какие нужно. Соответственно, надо обратиться за данными. Ну, и мы должны как-то ответить в понятном. Но у меня был слайд, я потом убрал. Ларавеловской админки с какого-то старт-кита. И вот там, как демо, список пользователей, список файлов. Кликаю туда 5 запросов, кликаю туда 5 запросов. Да, Adjax, да, мелкие. Ну, Ларавел сколько отрабатывает пустой? 200 запросов в секунду? 300? Сколько? 500. О, круто, 500. Это, это... Да. И вот 5 запросов. Сервер-то у нас не имеет же, он-то многопоточный, но в реальных-то потоках одновременно он там отрабатывает. Ну, если нет, то два на одно ядро. В итоге, получается, мы сами себе сразу из обычного проекта делаем хайло. Один клик, 5 запросов каждый посылает. И потом боремся с хайло. Да. Ну, хайло это тоже круто. Вообще, без хайло, да, ну, это тоже... Сайт должен быть хайло. Вот просто сайт нет. Просто... Вот если это не хайло, то это несерьезно. Ну, что это? Поэтому надо побольше, побольше. Ну, если мы знаем, какие данные. И даже вот, как бы, когда я говорил много. Вот у меня на том экране, если 8 команд в турнире играют, турнир это вот виртуальный, это тематика фэнтези-спорта. Ну, в общем, долго рассказывать. Но я отправляю там где-то 400 спортсменов. Ну, там по 500 байт каждый спортсмен. Ну, хорошо, фамилия, его амплуа. Что такое... Даже перемножать, смешно. Когда фронтенщики отправляют сотни килобайт, а то и пару мегабайт джаваскрипт-кода, это нормально. А почему я не могу 400 сразу отправить спортсмена? Зачем мне надо писать REST, который будет приженаться? Ну, зачем он мне надо? Нет, если бы, конечно, надо было отправить там 500 тысяч, я бы подумал про каст. Но обычно-то мы можем предсказать, что пользователю надо и в каком объеме. И вторая вещь. Третий пункт. Вот когда мы никак не обойдем себе с HTTP, неважно, REST или заголовочки другие, когда у нас не обязательно мобильные приложения, на андроиде, нативные. Это могут быть в сервисе, в микросервисной архитектуре, в связке. Там, понятно, и надо обеспечить, чтобы они щирикивались по какому-то протоколу. Ну, еще можно сказать, вообще-то, что HTTP применяется, когда большие команды, то есть применяется часто не для архитектурного улучшения программы, а бюрократического. Потому что есть отдел фронтенщиков в одном городе, на одном материке, бэкэнщиков на другом городе, материке. Как они не митингуют, сговориться они не могут на низком уровне кода. Поэтому вот им бюрократия. Так, пошли в SWAGER, рисуйте протокол, рисуйте стандарт обмена внутри нашего приложения. Ну, если, как я в начале доклада сказал, у вас небольшая команда, и такой проблемы нет, все, остается, только он вам нужен, если потребители контента вашего приложения не веб-браузеры, или веб-браузеры, но не ваше ПО, вы не можете контролировать. Понятно, при SWAGER нужно предоставить данные, потому что они не знают, какой клиент будет написан при получении этих данных. Еще по поводу REST, ну, вообще HTTPI, мне всегда было интересно, сейчас в период Хайпа как бы прошел, он как бы стал стандартом, и, в принципе, по хорошей архитектуре приложения, но если на ПОКОИТе мы боремся с проблемой N1 plus 1 SEL, то REST расписываем, а вот по ID-шнику получить имя пользователя. Так, получил. А теперь по другому endpoint-у, по этому ID-шнику получить его дату рождения. А теперь, а нам 5 надо. Ну, мы тогда в цикле их пробежим. Нет, тогда мы начинаем думать, так, нам надо тогда лист Олл писать, и начинаются и дебаты, ну, спрашивается, как Вы Шерёв говорил, если вам не нужен DREST, то все вообще вы его писали. Как вы. Да, так вот, я поэтому и писал. То есть, в конце концов, Хайп не там уже, еще раз говорю, я не говорю самого Хайпа, просто чуть-чуть скептично относиться. Корпорации часто пишут очень полезные и хорошие продукты, толкают хорошие идеи. Графт Куэль, он напрашивался. И, в общем-то, холивары между REST и RPC протоколами о том и были, что почему бы мне не послать запрос, а не дергать импоинт. Пусть отработает и выдаст ним пачку. Графт Куэль решает, в общем-то, эту проблему. Можно не изобретать. То есть, если вам надо, вот, все-таки, ну вот, надо. Но, тот вопрос, о котором я буду рассказывать, и он не привязан так к Легоси, потому, мы делаем внутреннее API получение данных и инлайн данные веб-страничку. Дальше покажу, о чем речь. Итого, ну, ну, это будет понятно. Связано и с сайпами смода. Если вам не надо синий выпущий аппликашн, вот, 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 вот не надо. Ну и не делайте его. Ну, не улучшит это ваше приложение, ваш сайт. И HTTP, HTTP, сразу он тоже становится, если у вас не синий выпущий аппликашн, сразу становится, в общем-то, рассчитан. Если в будущем вам понадобится, далее, да? Да. Теперь по поводу самих JavaScript, все-таки, фронта на чем писать. Тот интерактивный, тот с гридами и тому подобное. Ну, Раксис, я думаю, картинка мне показал очевидность. Френдер, его плюс, но его и минус, это то, что вы вписываете в френдер по его правилам свой код. Он воздерживает придурок снаружи. Часто поэтому, когда холеба идут между гулящиками и реальщиками, то он гулящик говорит, а тут сразу все есть, все сразу приложено, не надо собирать вот этот вот реактор, потом ряда стянуть, сразу все стандартизировано. То есть за вас кто-то подумал, вы только впишите код, куда надо. В библиотеке наоборот, вы берете разные те, какие вам нравятся или с которыми пришлось работать и обвязываете их своим кодом. Плюс и минус вы управляете в ваших руках больше управления вашим приложением, потому что у вас нет проверка, который вам навязывает что-то, но это ваша ответственность. Если вы где-то свартачите в дизайне, вы потом сами огребете. из этого вытекает важная вещь по поводу использования любого фреймворка, в том числе и векэндов. Но с векэндом отдельный разговор, и все-таки за последние годы векэнд на PHP я считаю стабилизировался в хорошем смысле. На фреймворк еще, конечно, творится чертишком. Как вот, фреймворк имеет две важные вещи, которые часто упускают. Идеологию, и она не описана в общем-то в документации по фреймворку. и просто прочитают документацию на фреймворку, поэтому часто оказывается мало, чтобы нормально его использовать. И ей нужно следовать. Иначе будет борьба с фреймворком, пропутки, заставить его работать так, как вам нравится, как вы считаете нужно, а фреймворк считает по-другому. его идеология считает по-другому. Ну, тренинг на самом деле это часто скрытые или первые, или вторые. А дело в том, почему еще происходит, вот даже понял идеологию, почему не получается ей следовать. А все мы люди и на вкус и цвет, в том числе и в области разработки, непрекращающийся но другой файм я знаю академический про функциональное программирование. Я его слышу уже тоже сколько сейчас стал читать на фронтенде. Он добрался, докатился на фронтенде когда с фоценальщиками тусовался, холиварил, что ну не взлетит он по многим причинам. Но кому-то нравится, кому-то нет. Именно какой-то подход. Кто-то любит делать на событиях, кто-то любит делать функциональности. И фреймверки так же устроены. Если вы не сошли с характером, вы не поняли как надо нормально написать, но вы не сошли с характером, вы не будете писать и у вас будет ну все, надо разводиться. Дальше. Даже если вы выбрали правильный фреймвер, удачный фреймвер, надо бы переучиться менять подход к разработке вашей как у вас было построено до этого. И опять же, а выгоды от этого есть ли проект? Для вас лично может быть. Ангулярчиком хорошо платят, надо освоить ангуляр, погрузить по хп, по инфраструктуру. Все, тут вопросов нет. Если вы просто называются себе ответьте, какая у вас цель. использования фреймверка. Любопытно тоже цель годится. Но если проекта это не надо и вы не планируете уходить на фронтенд, ну а зачем вам наручить голову? Как-то не бери другого в голову, а во что будет. Обслуживание опять же вот так спеза белое. Слушивание слава, такая штука мощная, а генераторика полетела? Вы в состоянии ее починить? Если вы специалист, если у вас команда, минимум ваша команда с 20 фронтендеров, там, сидеры реальные, ну почините реакт, ну, а если мы фулстэки, полетела, полетела со знакомыми нам наговорил, пишет проект на Ларавеля и именно вот использует VIVI, ну, степ трейс, там, шик-шак, ну, ужас просто. Да? Потому что непростая штука. Крутая, но непростая. Итого, фрэмбёрк может превратиться для вас белого слона. Тут были, когда тестовые доклады читал, указывается, ну, в принципе, да. Белый слон, надо прокомментировать, что это за понятие. Это идиома, она в английском языке есть. Пришла она со стран Азии. Белый слон редко рождается, это был признак королевской власти, как у Воджа, в Лаосе. Поэтому ему лучшая еда, всякое ухаживание, чуть не ежедневные массажи с эфирными маслами. И подарок только король мог дарить какому-нибудь военачальнику своему Лизин. Видимо, надеюсь, у белого слона, но подарок обычно вылазил Богом. Потому что такого слона нельзя ни продать, ни подарить другому, не использовать в работе. А расходы на его содержание огромные. И вот подарок получался хитрость такой, как говорят, азиатской. Хочешь разрезать землю надежья, подарить ему белого слона. Это знак уважения, но на нем просто вот. У нас это больше чемодан безручий, если идиома перевести. хитрость А я к нашему PHP возвращаемся, потому что ну все-таки а мне со временем сколько? хитрость блин, так, надо скорее значит, мне там остатка понесло. На PHP на самом деле мы пишем не представление, мы пишем код приложения, который будет выполняться в специфическом трансляторе по названию веб-браузер. Причем вот это дерево, если посмотреть как устроены компиляторы, трансляторы, афтратное статистическое дерево, оно будет таким же в общем, только обычный компилятор машинные коды или объектные коды компилирует, веб-браузер отдает какой-то фижок рендеринга и показывает. Но на самом деле интересную вещь делаем. Мы пишем не метр программирования, что-то в таком духе. То есть мы на самом деле пишем код другого приложения. JavaScript появился позже и он на самом деле как сбоку приложение мы уже написали, отослали, браузер его уже запустил и тут появляется вирус под названием JavaScript и начинает его модифицировать постоянно. Готовие BK это выполняют две функции, которые слабо связаны с собой. Вполне можно представить такую ситуацию, что мы HTML генерируем на P-очки, а на запросы отвечают ну или Node или Java. Потому что ну это разные функции. Отдать приложение, код приложения, который там запустится, и что оно будет посылать в проседине. Так обычно мы еще делаем для упрощения себе жизни. Харкодим данные. Ну а если у нас подвал опять не так, а зачем это запрашивать? Ну вот ходит. А теперь перемен да. Ну вот так что не только на эффекты. у нас вот такая штука и вот то, что вы сказали по поводу, что было single-batch application. Каждая комнатка да, она приложение. Мы можем ее сделать тупой и выводить только талабор или имя пользователя, можем сделать хитрее, как было на экранах. Но нам не обязательно их связывать вместе. Так, вывод. Дорого? Single-batch красота. Ну вот конечно. Да. Это вот наши. Ну не наши. Вы же так не пишите. Нельзя так писать. Но вот такое. Про это спрашивают. Я не буду спрашивать. Денькое время. И для того, чтобы вот так побороться вот с этим есть высоты, как бы я называю многосид 2.0. мы тогда или так, ванила ванила GS в наш случае убила gpa. То есть теперь убила не гуляем губка. Сначала его убила ванила GS, а потом гуляем. Мы модифицируем губерем таким образом. На самом деле это то же самое лэкоси, потому что ну просто чуть-чуть вынесли. Ну знаете, вот такая вот пробега. И кто же не даст полностью переписать? И вот поэтому еще файверк. А файверк это потребует. Если вы не берете потенциал, но потребует перепроектировать и переписать. А кто же это даст? Ну не даст. Но у нас какого квартира вы собираетесь писать выходим лучше по комнате. Ну так делаем себе ремонт разных комнатах. Вот та вот вещь, я просто старый, но такой вот умный передовой садитесь живых плесень бывает на дом. День посидел, два посидел. Ты уже не понимаешь вообще так. А как вообще надо новому пишется? Так наверное как в плесень надо писать. С кем поведешь этого наберешься. И когда у вас в проект с тем кодом, да вроде понятно, что код то в том. А как и факты не понятно. Вот как вы превратите свой веный код? Люди. А превращайте в таком порядке. Как правило чем почему я сейчас протонул. Почему я называю дванул. Потому что у нас здесь нет на модели. Есть какая-то что? Что такое визжернейм? Она только по названию переменной может догадаться что это ее пользует. Но это вообще просто сцена. Она никак с пользователем не связана. Только в нашем голове фантазии. Поэтому первое что в любом случае надо делать причем это надо делать даже если вы гуляете или или ладно Бэкбон. Вот решили вернуться на Бэкбон. Но Бэкбон да. Ну ушел. Он не умер. те, какие ушли. Но в любом случае вам придется это делать. При любом нахуй. Иначе только вот так. Иначе только иначе только джихвэрик и шпак. и приложение продает часть приложения выглядит в общем-то вот так. Только вот разница в этой части вынет. Вот эта вот каждая часть это отдельное приложение которое отдельно реферисов. То есть пользователь ведет на страницу ему будет полный реферисов. само же оно состоит из двух частей. Ну вот из таких частей в ядро чем больше вы страниц будете рефакторить будет уползать какие-то общие части для вашего приложения даман модели их называют store репозиторий в общем-то всякое. Данные они обещали знания причем ну я скажу там держать попроще попроще модель все что нужно отображать пусть у вас сидит на странице и опять же такой подход вам позволит даже если вы не так сделаете на одной странице ну перемудрите или ну она будет сложно на следующих страницах когда вы возьметесь и факты учтете ошибки и сможете потом и ту улучшить но независимо потому что где напечатки пишут но оно же цельное оно же монолитное по-другому говоря ему можно уподобить монолитному предложению а то что я говорю это некрасивность ну да очень далекая аналогия но дальше нам все равно придется что-то брать с этой троицы а на бэкэнде вот как вы не римпинг только теперь вы проек компонент это реалии же будет сейчас сразу вы его собираете по по областям экрана вот у вас дли ну когда собираете заголовок с обновлением это другая компонента гитарная не взглянивайте в большинстве мелкоза а собирайте кучку в кучку а потом инлайн наши вводим инлайн инлайн и отдаем за один раз потому что мы же отреста отказались группа там точно получили в итоге кусочки с моего проекта ну вот вот так у меня выглядит инлайн понятно что стандарта сервизует в вот в это хозяйство которое вы и респондал но зачем я буду в первой сервере если я знаю сколько у меня спортсменов надо и знаю позишнен это на фрон вот вот эта вот штука домен модели распасывает и потом связывает объектная нормальная модель получается на фронте вот сам собственно парс ну честно он утряхнулся там я регистрирую какие мне даты есть но планс я не знаю если уж на джаве работал так уже привык чтобы не пересекаться может фрунтельщики скажут что мне так не называли планс универсальный парсер который вытягивает страницы html и куда-то внутри модуля ложек парсер вот такой причем он тупой можно углее сделать но у меня там 30 сущностей я просто бегу и ищу по названию есть ли данная гэээссу есть ли то есть у меня мой репозиторий даже не знает какая страница открыла и вообще-то их должен знать ну а дальше насколько-то понятно может я может я 6 а и фейс у ипозитария ну вот делайте как удобно и универсальный там вот какой у меня дальше там выбрать подфорниру выбрать это то есть ну что-то будет актив плей и того и того один из критерий один из критериев что не связывайтесь с тяжелым если вам не надо поменьше чтобы у вас собирался сборка цитата там сенсора или слитера ну будет ссылочка вот когда вы в 9 раз выбираете когда вы набираете жж-пробел лентальный пробел и юргенция так вот показатель что это что-то сложное вот как раз те самые приставщикам они конечно нужны ссс надо пособирать и автопрификс надо ставить но вам реформное предложение если вы нить опять-таки не делаете оно не надо и реквари ж-с он на самом деле ну вот он и строит он и собирает причем у меня даже он не все собирает потому что если я на 80% страниц вот на использую то зачем мне даже бюджет у меня скрип веб-компоненты всякие и называют библиотеки кроме google библиотеки второго они вамного появились от семи фонтендеров которые глядя на этот реакт это самое бутриот это реакт light это ну бриан то же самое используйте библиотеки они не навязывают как их используют но они очень сильно упрощают жизнь важный выбор для библиотеки это чтобы компиляция опять же вам и вы не собирает фонтендер как положено на пк чтобы их шаблоны компилировались быстро можно и байпер поцепить и через их собирать на фронте но сам байпер весит полтора байпер я использую райот цифры сайта у меня даже не спрел у меня на одной странице 30-ти нет он не набирается вот нет если я делаю с помощью пикэйшн то конечно понабралось я что не выручил бы зачем это так выглядит райтерский этот в общем такой компонент в нем связано сразу кусок ht кодов за которым отвечает и его изменяется согласно данным его одноправленные пинги обновлять надо садим в итоге опять же вроде круто что одноправленные пинги но мы обновили и все сами под нашим контролем это дело опять же я им лайню в тело страницы это функция просто берем с твоего скопилируется все ну пусть бравзеры компилируют другие бюлитеки вот такой способ ну я выписываю и выводы которые я хотел бы чтобы вы пришли новые технологии классные но они не обязаны быть сложными для сложных задач они будут сложными но если сказать средний способ то не надо и трепет даже скажу да ну то что я предложил они как постепенно улучшат и трепет нравится потому что ну вот ну если не нравится я скажу это даже не я сказал это как бы соубистов рельсовиков сказал язык тоже нравится мне тоже нравится тогда но так уйти на нем по-другому все время ну вопросов хотел корресу про нет не знаю спасибо сереж вопросы есть начнем с этого грамма спасибо сергей меня зовут Максим всем привет у меня вопрос сколько людей из этой аудитории есть нет белокры не у нас работчики а например архитекторы поднимите руку архитектор вывешали вывешали страницу лид лид технические лиды которые принимают участие во два три четыре пять шесть шесть человек принимают участие принимают участие в разработке архитектуры приложения выборов выборка если это или библиотек или подходы которые формироваются с нуля причем футхай договор футхай под сколько хотят архитектура привязана к требования которая делается не вы вы да кто вы всем человек занимаются тем что выбирают технологию для проекта коммерческого мы все занимаются день разработки свое удовольствие выхаживали правильно а у меня вопрос это круто супер вопрос два чем у него неудача запросы на ресурс это get на определенный антипоинт который отвечает 200 и контент все это и в этом браузере и в этой аякс и в он отвечает да он не не нужен он не 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 а а а вы делаете запросы нет почему не а это нормально это есть это часть а зачем вы не так а почему вы не можете а коллекцию коллекцию вы что вы не ничего а здравствуй график и я не еще и на самом деле очень хороший есть и там парень пишет мне повезло с наставником американских программистов и когда я жаловался что у меня текучка архитектуры от создания архитектуры нашего приложения он сказал знаю сколько я не видел людей те что бросают программирование и начинают заниматься архитектурой через пару лет обращаются архитектурных астронавтов которых понять никто не может написать как они разрисовали никто не может и их увольняют так что не надо его в архитектор релиз ну придется вот мне в салют пойдете там надо вот так это понятно потому что понятия вот ну давайте вот добрый вечер у меня вопрос вы описали фулстека как Porque это не не обязательно противопоставление говорите существует Есть, наверное, фото. Причем, знаете, вы говорите, я не кейшник. Я футстэп. Почему мне не стыдно быть футстэпом? Ну, я не знаю. Я, например, эти кейпы. Я еще экшн скейп, я понимаю. Нет? Кейп-кейп? Экшн скейп. Умнешний язык? Да. Вот я, наверное, проект по поводу, кстати, не слышал, и вот умер. А как по мне, я на видео-чатах делаю, я посмотрел на VFRTC. Ну, это же фунтса можно. А на футстэпом передовой сеть, как раз заодно друг на другу работает. Еще и так делают. Вот, вот. У меня еще одно замечание. Ваш подход с прикреплением к новинцу, с дамами, он нужно напоминать с шаповским. Потому что, да, дамами, дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. И, как вы думаете, у меня была вайпа, обычно считается, что данные не нужны, но в том случае, если мы хотим получить прикреплением к странице. Если мы хотим получить прикреплением к странице, то есть 2 секунды. То дополнительные данные у нас будут на пост нагрузку. Сколько у вас, тоже на MySQL и оптимизированный, сколько 300 сущностей запросов? Ну, у меня 10 миллисекунд. Если я возьму 10 сущностей, это будет 2 миллисекунды. Что я выиграю? А, останется все приложения, а что 20 миллисекунд? Останется, будет уже 4 секунды. Да не грудится она у меня плохо. Она не может грудиться из-за того, что я передаю данные. Значит, у вас там графики мало, и вы ее не грудите. А при чем тут графика? А потому что, считается, весь объем справился с графикой, который вы в вашем месте есть у вас. Я PHP-программист. Я никуда графику не инлайн. Это пусть веб-сервере разбирается с графикой. Поставил он джинс, и он отдаёт. Я тут при чем? Я скажу, я не графика вообще, и я не могу графика. Статик, а это статик. Понятно, что она есть. Но на любом случае... Ну как? Спасибо. Еще вопрос? Да, у меня такой вопрос. Более много вопросов. Да, что в будущем. Вы рассказали о том, почему графики очень. Расскажите, почему вы сказали графики очень. А по той причине, вот почему я и начал в докладе в программе 5 плюс 1 силы. Потому что, если вам приходится часто, если не дописали, вам приходится, ведь инвизион, он то обязан отвечать за одну сущницу. Или коллекцию, но одну. Или коллекцию, но одну. А наворотить, что это не запрос в Киеве, вы можете красным сделать. Такой город Киев, что он на то и делает. Ну так пойду, пожалуйте. Ну так же они придумали город Киеве. Ну я тут еще. Ну так что, они должны иметь эти языки. Вот собственно МАМС, из-за того, что я пережил эту штуку. МАМС, древоидитная база, еще был не доставок по стране, цивилизационная база или так. Что? Когда дёргать дерево, когда нам надо выборку сделать, мы постоянно дёргаем и бродим по дереву нашей базы там. Мы не можем сказать, отдай мне 100, сотни сразу. Мы такого сказать не можем. Мы должны как в предыдущем пройти и спросить. А у тебя какая-то проблема? То есть на Монке то же самое. Вот садим Монке, у нас четыре ночи. Это когда я в первый раз столкнулся. Ну это прям романс какой-то. Я прохожу по этим условиям. Проверяю, они есть или нету. Такой город Киев, это круглые, приходы или солны. У вас даты на фронт вместо Реста. Это и есть, это Реста. Так, Сережа, спасибо. Спасибо. Спасибо, Сережа. Спасибо, Сережа. Спасибо, Сережа, за этот аквад. Ребята, если у вас ещё остались вопросы, вы можете задать их на перерыве. Сейчас у нас copy break. Прошу вас. У нас будет всего лишь пять минут на отдых. К следующему накладу.